На моей памяти есть один очень интересный случай, когда я на выходных прогуливался центром города и засмотрелся на витрины очередного часового бутика. Я просто не могу пройти мимо, даже при условии того, что вчера я смотрел на эти же витрины и там в них абсолютно ничего не поменялось, я все равно подойду и начну рассматривать часы. И я решил зайти в бутик, посмотреть очередную модель, если не ошибаюсь, это был Панорай. И рядом стояла пара, мужчина и женщина. Мужчина тоже хотел зайти, но женщина его постоянно отговаривала, в общем, он ее уговорил. И в здешних бутиках, не во всех, но в большинстве из них присутствует как бы такая внутренняя комната, то есть для того, чтобы зайти в бутик, там две двери, вы сначала заходите в небольшую комнату, за вами закрывается дверь и только лишь потом открывается непосредственно главная дверь уже для того, чтобы зайти в сам салон. Мы зашли втроем, за нами закрылась дверь и потом мы все вместе втроем зашли непосредственно в само помещение бутика. Ко мне подошел один работник, к ним подошел второй работник. И я сказал, какие я часы хочу посмотреть, и человек, который меня обслуживал, ушел для того, чтобы достать их. И я слышал сам разговор, который происходил между этой парой и работником бутика, который обслуживал их. Разговор начался с того, что работник предложил им какое-нибудь угощение, чай, кофе, пирожные, может быть, пиво или шампанское. На что женщина на повышенном тоне сказала, нет, нет, мы ничего покупать не будем. Вы знаете, я заметил, что именно вот эта фраза женщины смутила не мужчину, который находился вместе с ней, а смутила она продавца, работника бутика. Она смутила его до такой степени, что он аж покраснел. И он сказал, нет, нет, вы не обязаны у нас ничего покупать. Это наша работа. Вы можете здесь съесть абсолютно все торты и уйти, не купив никаких часов. Мы так работаем. Вот так я хочу описать отношения к клиентам в странах ЕС, непосредственно в Германии. Вы можете ходить 500 раз в один и тот же бутик и не купив при этом никакие часы. Но отношение к вам будет точно такое же, потому что они надеются, что в 500 первый раз вы придете и купите часы. Потому что они знают, что это довольно большие деньги и они тяжело порой зарабатываются. Поэтому каждому клиенту, неважно как он одет, неважно знакомы ли они, неважно сколько денег он уже потратил в этом бутике, отношения будут одинаковые. Мы не говорим сейчас про очереди на остальные спортивные модели Rolex. Поэтому я не знаю, какое отношение в других странах, но в Германии именно такое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова